Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1128. События дня. Псалом 65, 18-19. Если бы я видел беззаконие в сердце моём, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял в глаз умоление моего. Ну и далее объявление, как всегда, о нашей сестре, отмершей детях её. Есть кто желает помочь. Вот для них адрес. Всё. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Послушал одну из свежих лекций отца Андрея Кураева. Слава Богу, что есть такие люди в нашей церкви. Самое интересное, что обнаружил, у него очень многое сходное с неоднократно слышанным ранее от вас. Вот лишь пара цитат из этой беседы. Монах – это поберушка. Немногие знают значение слова «ряса». «Ряса» – это то, что на мне надето сейчас. Я единственный порядочный клирик в Москве с точки зрения одежды. Потому что «ряса» означает «дерюга», качество ткани. То, что никому не нужно, монах подбирает. А для меня это то, что мне годится в самый раз. «По моим грехам», Кураев считает лекцию, «старая, потерто-засаленная, жинцевая ряса». И, пожалуй, крещевой из этой лекции, отец Андрея. В жизни церкви появилось много опухолей, которые, некоторые из которых, неоперабельны. Одна из таких – это опухоль папизма. Любой православный архиерея – это папа. Попробуй его, возрази епископу. Тем более, патриарху я был бы очень рад, если бы удалось выкручивать этот папизм. Но нужно тогда, если сесть и подумать о последствиях, что нужно будет изменить-то. Я считаю, что нужно, в первую очередь, отказаться от ариопагетического корпуса всех этих церковных божественных иерархий. Потому что папизм – это естественный вывод из этой красивой схемы. То есть, благодать льется по ступенькам, а напрямую с Богом – нельзя. Там девять ангельских щенов. Фиг знает, сколько церковных. А напрямую нельзя, никак не можно, не работает. Второе – это каноническое право. Сколько можно себя обманывать, что мы живем по канонам, оставленные нам святыми отцами. Понимаете, каждый наш священник – это клятва преступник. Каждый. Потому что при посвящении он дает клятву служить точно по уставу святоотеческим канонам. У нас вообще типикон – это устав монастыря, а не прихода. В монастырях, понятно, там задача занять монахов на 28 часов в сутки, чтобы не стали думать о чем-то не том. Вот и молятся одной молитве по 14 раз. Так в уставе написано. Другое дело на приходе. Там люди не только молятся, но и работают, детей растят. Про Ария Апагита – это отец Андрей уместно заметил. Ведь объективно доказано, что это не сочинение святого Дионисия, а трактат грузинского монофизита Петра Ивера 9 века. Оригинал беседы. Я отвечаю, если, если, если. Это все-таки возможно при нашей жизни. Ну, как-то передайте отцу Андрею Кураеву, чтобы он вышел на меня по скайпу. Вставляйте. Игнатий, 10. Иеремия, 64. Горе нам. День уже склоняется, распростираются в вечерние тени. Жду результата. То есть он выходит на него, выводит на меня вот так. Евгений Рыбаков. Игнатий Тихонович, книги получил. Большое спасибо, Рыбаков. Так что теперь буду считать весь Новый Завет с толкованием вместе с книгой Откровения. Спасибо вам большое за ваш бесценный труд над всеми вашими книгами. Благодаря вам я узнал, что значит настоящее православие. Дай вам Бог здоровья. Спасибо Владимиру за посылку. Я сейчас поищу, где книги он. Я пишу. Дорогой брат Стив, сегодня вся семья ваша. Мир вам и радость во Христе Иисусе. Вы прислали сегодня мне видеоролик длиной на 10 секунд продолжительностью. И он вверх ногами ничего так и не смог посмотреть. Ну и как это по-английски будет выглядеть. Вот теперь я могу даже зайти и посмотреть. Фото из интернета. Как я его фамилии-то как смотрел сейчас только. Вот. Ну надо посмотреть события дня. Рыбаков. Ага. Ну а теперь рыбакова надо найти здесь. Так, первый рыбаков. Вот. Рыбаков. А где он, рыбаков? Ооо. Вот он, рыбаков. Вот он, пожалуйста. Ооо. Видишь, получил он книги мои. Трехтомник. И этот раскрыл. А тут понятно, что он думает. И второй. А тут видно с сыном. С бородой рыбаков. Вверхнятые кусы подстригает. А тут открыли книгу. Подстригать дальше не надо. Не надо его вообще пальцем задевать. Вот так это сразу нашел я. Ну и теперь что еще? События дня, да. Таких важных-то событий нет. А вот епископ Евтихий тут говорит. Вот надо очень важно посмотреть. По ком звонит колокол? Вот здесь я буду. Епископ Евтихий Курочкин. Почему я против крещенских купаний? Вот дальше сами смотрите. Тут если только видно будет. Хотя. Можно было по-другому сделать. Сейчас я Володю попрошу поднять. Мою тут аппаратуру. Все. Володя. Ты мне подними вот это. Аппарат еще я крупно сделаю. Протяну. Ну не больше минуты две. Это займет. Зато мелко. Никто не видит. Я все это не успеваю. А как это так? Ну вот так вот. Кто звонит? Епископ Курочкин. Вот так. Вот я теперь копирую. Переношу в мой мир. Нет. Не в мой мир. А в Word. Вот теперь я его сюда перенес. Он уже все. Ну и теперь я на двадцатку перевожу. Все. А еще надо сдвинуть. Ну а теперь прочитайте. Вот он где. Епископ Евтихий. Викарий Святейшего Патриарха Московского Всея Руси поделился своими мыслями по поводу традиционных крещенских купаний, которые, на мой взгляд, вовсе не так традиционны. Вот как он приближается. Считайте. Он очень против и все правильно говорит. Просто просчитайте, я там место, я вот выделяю, откуда-докуда. Затормозить, а потом можно продвинуть будет. Затормозить. Очень хороший он Булгахова берет, да и так и правильно. Язычества тут. Еще тут нету. Вот так. Ну и вот и все. Поздравляет. Нормально. Хорошая рассказа. Дальше показать, закончить. Там надпись. Кто у меня? Слушатели показать. Кто тут у меня? Благодарный слушатель. Каждое утро просвещается. Насыщается. О, все. И, да? Просто снижение. До свидания. 저, яcendo. Дюшень. Но, в- fans.